здравствуйте уважаемые садоводы огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок наших выпусках мы говорим не только о выращивании растений о применении различных средств защиты растений о приемах выращивания растений садой огороде и получение больших и полезных для здоровья урожаев но также и о здоровом или по крайней мере не вредном образе жизни эта тема является очень важной для нас потому что позволяет нам сохранить здоровье силы и настроение чтобы любоваться теми красотами и теми урожаями которые мы получаем в своем саду и в огороде в наших выпусках мы затрагиваем темы связанные с правильным питанием одну из таких важных тем у нас было правильно использование растительных масел какие растительные масла полезны какие не очень и в каком соотношении их надо употреблять чтобы оставаться здоровым очень важную тему подняли наши подписчики и задавали очень много вопросов если с растительными маслами мы разобрались то что же делать с животными жирами особенно со сливочным маслом существует много мнений кто-то говорит что оно вредно его надо исключить из рациона кто-то говорит что оно полезно и его исключение из рациона является очень опасным всемирная организация здравоохранения свое время ограничила рекомендуемую дозу потребления масла сливочного масла человеком до 10 грамм в день это связано с тем что сливочное масло содержит достаточно высокие дозы холестерина однако же вот такое ограничение сливочного масла в последние там примерно 15 лет показала что она является не таким уж и рациональным дело в том что основной причиной возникновения теросклероза является не столько повышенный холестерин в крови человека тем более что норма это за последние года десятилетия очень сильно пересматривалась в сторону уменьшения и многие в этом усматривают интерес фармацевтических компаний которым выгодно продавать лекарства которые понижают уровень холестерина так вот а выяснилось что главным виновником атеросклероза является все-таки не холестерин содержащийся в продуктах питания а сахар и другие факторы которые повышают уровень воспаления в нашем организме поэтому сливочное масло постепенно реабилитируется и возвращается в наш ежедневный рацион сливочное масло поскольку является твердым маслом содержит в своем составе достаточно много насыщенных жирных кислот это в отличие от растительных масел которые в своем составе содержат преимущественно ненасыщенные жирные кислоты это был еще один миф который говорил нам о том что вот такие насыщенные жирные кислоты являются вредными они насыщенные жирные кислоты содержащиеся в растительных маслах исключительно полезными история расставила все на свои места оказалось что и насыщенные жирные кислоты Кислоты также очень важны для здоровья человека. Основу сливочного масла составляют такие жирные кислоты, как стеариновая, меристиновая и другие. Немного содержатся олеиновые жирные кислоты и тоже непредельных жирных кислот, ненасыщенных жирных кислот, которые содержатся также и в растительных маслах. Но все-таки сливочное масло это животный жир и он ближе по своему составу к таким жирам, как свиное сало, говяжий жир, бараний жир, ну а также к таким растительным маслам, как пальмовое масло или кокосовое масло. С другой стороны, сливочное масло отличается наличием в своем составе такой уникальной, совершенно уникальной для животных растительных жиров жирной кислоты, как масляная кислота. Масляная кислота является насыщенной жирной кислотой, однако значение для нашего организма очень и очень высоко. Это еще раз подтверждает тот тезис и тот факт, что не бывает чего-то категорически вредного или категорически полезного. Все хорошо в меру, все хорошо в свое время и на своем месте. Так вот, масляная кислота содержится не просто так в сливочном масле, ведь молоко, откуда берут сливочное масло, является продуктом питания детенышей, маленьких детенышей. И вообще любое молоко, не только коровье. Соответственно, вот эта важность масляной кислоты в этом продукте подтверждается наличием ее там для питания младенцев, маленьких животных и в том числе человека. У взрослых людей за синтез масляной кислоты отвечает кишечная микрофлора. Это очень важно, потому что масляная кислота, свободная масляная кислота обладает противовоспалительными свойствами. Она стимулирует кишечную микрофлору таким образом, что количество кишечной палочки, патогенной, количество сальмонеллы, количество других микроорганизмов, условно патогенных микроорганизмов, которые могут вызывать опасные воспаления и заболевания инфекционные кишечного тракта, они снижают свое развитие в кишечнике. Они не получают там преимущества. Масляная кислота создает также довольно кислую среду в желудочно-кишечном тракте, что является благоприятным для развития хорошей полезной микрофлоры. У нее есть также другой, целый длинный большой перечень полезных свойств, которые отличают ее от всех других жирных кислот. Ну, это тема иного разговора. К сожалению, сливочное масло, поскольку оно создается из сливок и в своем составе содержит до 30% воды и, соответственно, водорастворимых веществ, может содержать и различные опасные вещества. Это такие, как остаточные дозы антибиотических веществ, остаточные дозы лекарственных препаратов, которые давались коровам, когда они содержатся так скучно на фермах. Это могут быть также и ионы тяжелых металлов, и свинец, и ртуть, и кадмий, которые могут попадать в рацион коров в случае, если заготовка кормов ведется, ну, в каких-то полях, которые находятся вблизи городам или к оживленным трассам. Также сливочное масло может содержать, пускай в небольших количествах, но все-таки при ежедневном потреблении эти вещества как бы хронически влияют на наш организм, хронически попадают в наш организм различные токсины, грибковые токсины, анофалотоксины, которые могут также накапливаться в кормах. В этой связи приготовление топленого масла становится все более и более популярным. Топленое масло, в отличие от сливочного масла, проходит в щадящую температурную обработку и содержит в своем составе гораздо меньше влаги. Вместе с водой, с влагой из масла уходят и большинство таких токсических, неприятных для нашего организма веществ, потому что большинство из них, к счастью, являются водорастворимыми. В этой водорастворимой фазе, которая содержится в сливочном масле, имеются также сахара, лактоза главным образом в небольшом количестве, также имеется значительное количество белковых частиц. В этой связи жарить на сливочном масле не рекомендуется. При высоких температурах жарки эти белковые вещества и сахара обугливаются, карамелизуются, превращаются в какие-то окисленные формы органических веществ, которые приобретают очень вредные и иногда даже канцерогенные свойства. Поскольку топленое масло лишено таких вот веществ белковых и углеводных и прочих сопутствующих, в этой связи как раз на топленом масле можно щадяще жарить различные продукты. Будь то блинчики, яйцо для яичницы или что-то еще. Приготовить топленое масло из сливочного масла очень и очень легко. Не представляют никакого труда, но необходимы некоторые затраты времени. Существует два основных способа приготовления топленого масла. Первый, он может быть более популярный, потому что продукт получается с таким сильным насыщенным вкусом, но все-таки менее полезным. Это просто взять сливочное масло, желательно побольше жирности, 82,5% например, ну можно и меньше. Поместить его в металлическую посуду, разогреть его как следует до состояния кипения этого масла. На поверхности масла будет появляться пленка, которую надо убирать. А также вот эти белковые и углеводные частички будут спекаться, немножечко обугливаться, масло будет приобретать коричневый цвет. И после остывания, после примерно 10-15 минутного кипячения этого масла, его профильтровывают через марлю, после чего оно застывает и наш продукт готов. Однако же этот способ мне представляется не очень удобным, особенно для тех, у кого нет хорошего способа и опыта, вернее, приготовления топленого масла. Потому что есть риск перекалить это масло, когда уже сами жирные кислоты масла начнут гореть, дымить. В этом случае мы получим не полезный продукт, а как раз напротив вредный, который будет содержать и посторонний вкус, и посторонние запахи, и слишком большое количество окисленных жирных кислот. Мне нравится другой, более щадящий метод. Суть этого метода заключается в том, что мы берем сливочное масло. Вот у меня здесь 5 пачек по 180 грамм, это 900 грамм масла, ну килограмм будем считать, сливочного масла. Я взял масло белорусского производства, конечно же, местного производства, Дятловского сыродельного завода. Кстати, очень вкусное масло, как всякое летнее масло, оно характерно повышенным содержанием каротиноидных пигментов, поэтому обладает вот таким вот красивым желтым цветом. Это масло необходимо освободить от упаковки, можно его разрезать на небольшие кубики и поместить в металлическую посуду. У меня не ржавейная кастрюлька, а можно взять и из другого материала инертного, эмалированная посуда, также очень хорошо подходит. Только нужно помнить, что эмалированная посуда должна быть лишена каких-либо сколов и повреждений, потому что контакт пищевых продуктов с металлом эмалированной кастрюли является очень и очень неблагоприятным. После того, как мы поместили все наше масло вот сюда в кастрюлю, можно разрезать, можно не разрезать, но все поместим сюда чуть-чуть позже. Сюда необходимо на килограмм сливочного масла добавить вот по крайней мере 2 стакана, вот две такие кружки чистой кипяченой воды. Для чего я это делаю? Для того, чтобы водорастворимые вещества сливочного масла растворились и максимально понизили здесь свою концентрацию, для того, чтобы они очень хорошо из масла перешли в эту воду. После того, как мы сделали вот такие приготовления, мы поставим эту кастрюлю на огонь и доведем эту всю нашу систему до кипения. Примерно в течение 5 минут мы будем кипятить при помешивании. Этот способ отличается от первого более щадящим нагреванием, потому что температура кипящей воды на каком бы сильном газу, на какой бы сильной температуре мы не нагревали, все равно здесь система останется с температурой примерно, ну может быть чуть-чуть выше в присутствии масла, но все-таки около 100 градусов. Поэтому никакой опасности перекалить это масло, обуглить это масло, оно здесь никогда не задымит и никогда никакие вредные вещества там не образуются. Ну, а теперь перейдем на кухню и приступим непосредственно к приготовлению топленого масла. Итак, наше масло разогревается постепенно с водой. Его нужно обязательно помешивать для того, чтобы происходило перемешивание жирной фракции масла с той водой, которую мы сюда добавили, и происходило максимальное извлечение водорастворимых компонентов из сливочного масла. Вот эту образующуюся пенку на поверхности, она, как правило, содержит большое количество белковых частиц, также надо удалять с тем, чтобы получить качественное топленое масло. Масло сливочное расплавляется при температуре примерно 35 градусов, а застывает при температуре около 25 градусов. Поэтому после того, как 5 минут это масло с водой перекипит, и мы снимем всю образующуюся на поверхности пленку, нам необходимо будет, ничего не сливая и не фильтруя, оставить кастрюлю в прохладном месте, чтобы масло застыло на поверхности воды. После чего аккуратненько извлечь слой застывшего масла, а воду слить. После того, как наше масло прокипит, мы это с вами и сделаем. Итак, наше масло прокипело в течение почти 10 минут. За это время все белковые вещества, которые легче самого масла, поднялись в виде пенки наверх. Они были нами сняты практически полностью. Но какие-то небольшие остатки пенки этой не страшны, потому что совершенно на 100% ее полностью убрать практически невозможно. На этом этапе масло можно подсолить, можно не подсаливать. Это дело вкуса, кому как нравится. Кто-то говорит, что надо брать несоленое сладко-сливочное масло, кто-то может использовать соленое кисло-сливочное. Это большого принципиального значения не имеет. Все равно та свободная масляная кислота, которая придает такой сильный сливочный вкус этому маслу, растворится в воде и извлечется из топленого масла. Итак, масло стало остывать, застывать. Лучше всего это делать в холодильнике после остывания кастрюли до комнатной температуры. До того, как масло полностью застынет, в нем хорошо бы сделать два отверстия для того, чтобы слить ту жидкость, которая образовалась под маслом. После полного застывания эту жидкость надо слить. При этом в самом масле содержится еще достаточное количество влаги. В этой связи можно пойти двумя путями. Либо повторить процедуру, однако я вас уверяю, что для белорусского масла это совершенно ни к чему. Достаточно и одного такого цикла кипячения и застывания. Соответственно, я солью эту жидкость и разогрею это масло для того, чтобы оно снова растопилось и лишняя влага из него испарилась. Чем я сейчас и займусь. Вот посмотрите, что у нас получается в результате перетопки масла. На нижнем слое водном у нас накапливаются белковые частицы и различные водорастворимые компоненты масла. Вверху мы имеем слой топленого масла. Это чистый жир, в котором все-таки есть еще какое-то небольшое количество влаги. Ну а наверху пена, которая также содержит различные белковые фракции, которые нам совершенно не нужны и мешают в том случае, если мы собираемся на этом масле, например, жарить. Конечно, ожидать, что в белорусском масле будут какие-то токсичные вещества, антибиотики или тяжелые металлы не приходится. К счастью, Росельхознадзор прекрасно научил белорусские предприятия производить молочные продукты самого высокого качества. Однако же, если использовать масло для жарки, все равно нам необходимо избавиться от этих вот белковых веществ и углеводных, которые горят на сковородке и неудобны для приготовления жареных продуктов. При повторном кипячении с целью удаления излишка влаги необходимо контролировать температуру масла. Когда масло перестанет активно выделять водяной пар, это будет означать, что оно в полной мере обезвожено и готово к разливанию по емкостям. Я для обогащения масла ценными веществами добавляю туда пару основательных щепоток свежих лепестков тагетиса. Кроме того, по этим лепесткам, по их состоянию, я также могу судить о температуре разогрева масла. Если вода уже выпарилась и температура повышается более 100 градусов, лепестки делаются как будто подсохшие, как будто подвявшие. В таком случае я точно знаю, что масло полностью готово и не следует его перекаливать. Образующаяся в процессе пенка также может убираться. Если вас смущает наличие лепестков уже в конечном продукте, то при разливании масла в емкости можно его процедить через марлю, холстик или тонкое сито. О скором окончании приготовления масла свидетельствует изменение характера его кипения. Если при большом содержании влаги оно кипит как вода ключом, то при снижении количества влаги до почти полного обезвоживания масла характер кипения изменяется на типичный для любого жира. Такими крупными пузырьками с практически отсутствующей пеной на поверхности. В этот момент очень хорошо в топленое масло внести куркуму. На 900 грамм сливочного масла я вношу примерно такую основательную чайную ложку куркумы. Куркума хорошо растворяется, куркумин хорошо растворяется в жирах, оно еще покипит минут 5. Он не только предотвращает прогоркание масла, но и делает его красивым, желтеньким, а также обогащает ценными антиоксидантами и другими веществами. Таким образом масло из просто пищевого продукта превращается в ценный диетический продукт, богатый всевозможными полезными для организма веществами. Правильно приготовленное масло даже после окончания его нагревания показывает некоторые признаки кипения. Это означает, что воды там очень и очень мало. Такое масло будет вкусное, будет хорошо храниться, прекрасно подходит для жарки, а также добавление в тесто или в каши, что особенно ценно для детей. После того, как масло в кастрюле остынет, его можно разлить в формы. Количество конечного продукта будет примерно на 30-40% меньше, чем было исходного. После остывания окончательного масла до комнатной температуры, его можно поставить в холодильник и далее использовать. Посуду лучше брать стеклянную, эмалированную или вот такую глиняную, как у меня. Но со стеклянной надо быть осторожным, потому что при хранении в холодильнике при низкой температуре масло делается довольно плотным. И если его брать ложкой, можно случайно повредить банку. В этой связи нужно его брать лучше всего теплой ложкой. Ну или во всяком случае быть очень аккуратным. Итак, масло наше готово. После того, как оно постояло целую ночь в холодильнике, оно стало довольно-таки плотным. Масло такое можно использовать, как я уже говорил, для жарки. Ну и каша с маслом является просто классикой такого полезного и вкусного продукта. Наше же масло обогащено ценными питательными и биологически активными веществами куркумы. Ну и добавка в виде яблока и малины является прекрасным витаминным дополнением к такому углеводному, ну в моем случае, завтраку. После 40 лет стоит есть поменьше, гораздо меньше, чем в 20. Однако пища должна быть гораздо более полноценной и разнообразной. Не забывайте об этом и будьте здоровы. Всего хорошего, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok